Друзья, минусы жизни за границей. Не будем конкретно уточнять, что это Европа, Канада, США. Это будет обычная эмиграция. То есть сейчас это стало максимально уже распространенным явлением, когда большинство людей, оказавшиеся или в сложной экономической ситуации, или в стране, в которой сейчас происходят не лучшие времена в плане военного конфликта, люди принимают решение куда-то уехать. И в прошлых видео я говорил о том, что чаще всего человек приезжает не куда-то, а откуда-то. То есть ему главное сменить место пребывания. Сейчас эта тема все еще актуальна, но очень важный момент. Вы можете часто увидеть ролики на ютубе, где люди описывают, почему они возвращаются к себе на родину и почему они, получив уже все разрешения, документы, канадские визы, грин-карты, например, в США, или там видно жительство в Европе, люди принимают решение уезжать обратно в Украину, например, как сделали многие мои знакомые. И при том, что достаточно было много вложено ресурсов, денег, потрачено времени, энергии и так далее, и люди принимают решение приехать именно в прямом смысле под обстрелы. Почему это могло вообще произойти и что с этим делать? Я думаю, что этот вопрос, он рано или поздно уже возник бы в соцсети, он бы стал таким обсуждаемым, потому что есть определенные этапы этой эмиграции. Когда человек приезжает в мирное время, например, в Европу, и он едет на разведку, у него есть какие-то финансовые ресурсы и так далее, и он пытается как-то присмотреться, что-то для себя определить, выбрать страну, пожить там чуть-чуть, пожить тут. Они определяют для себя, насколько им будет жить в этой стране комфортно. А сейчас время поменялось так сильно, что, во-первых, страна, из которой уезжает человек, она изначально, ну вот конкретно возьмем, пусть это будет Украина, не будем утрировать, будем конкретно приводить пример. В стране идет война. Люди хотят как максимально там собрать какую-то сумму, чтобы выехать, а чтобы выехать в Европу, например, для мужской части населения, есть определенные условия. Мы тоже, это ни для кого не секрет, мы уже знаем, как это все функционирует. Коррупция, она везде, к сожалению. Ну а человек, который хочет пересечь границу любым способом, ему назначают цену. Ну, насколько я осведомлен, это 8000, вот у меня знакомые есть там, люди платили 8600, например, долларов, просто чтобы пересечь границу. Есть другие там цифры, они колеблятся, конечно, это все колывается, я скажу. Но, когда человек приезжает, вложив какую-то сумму, он должен понимать, что часть этих денег, это обычно заемные деньги, их нужно возвращать. И когда вы едете в мирное время, в Европу, то спрос на жилье, он, как правило, еще в допустимых нормах. Когда ломанулось массово, огромное количество людей, въехали в Евросоюз, то спрос на жилье, естественно, вырос. То есть это, ну, слишком большой скачок на спрос жилья. Предложений столько не может быть, потому что, когда очень повышенный спрос, он превышает предложение. То, соответственно, уже арендодатель, он устанавливает какие-то свои условия, он ставит другую цену. Естественно, любой такой персонаж в этом случае, он понимает, что это его шанс подзаработать дополнительных денег. И вот просыпается меркантилизм у человека. И он говорит, а что теперь квартира стоила там 500 долларов, условно говоря. Я ее сейчас буду сдавать за тысячу. И самое удивительное, что вот таких вот персонажей, их стало просто больше. Цены выросли на недвижимость. А человек, он же, как сказать, он же не будет отталкиваться только от того, что он куда-то въехал. Может, надо где-то жить? Он же не будет на вокзале ночевать. Надо какое-то жилье. Жить в съемной комнате может студент. Ну, или человек, который первое время где-то учится, или вот какая-то такая история, более до 30, я думаю, лет. Комната. Потому что у вас будут посторонние люди. Вы не знаете, что эти за люди. Какой у них характер, какие у них привычки, какие особенности. Вы можете на одной территории просто не ужиться. Потому что один привык так, другой так. И, короче, вы друг другу будете мешать. Поэтому человек хочет снять отдельную квартиру. Чтобы вам снять отдельную квартиру сейчас, в Европе, нужно, скорее всего, связаться с риэлтором. Потому что конечный, вот непосредственно арендодатель, да, который владелец, может быть, квартирой, он с вами не будет разговаривать. Почему? Потому что человек, который вас не знает, он уже остерегается. Он, там, приезжала куча дикарей, о чем я тоже, наверное, уже упоминал в своих прошлых видео. И уже так настороженно, более холодно относится к нашим, скажем так, соотечественникам. Ну и, соответственно, на жилье уже плюс повышенный спрос. Ну и рассчитывать на него особо не приходится. Именно от прямого арендодателя. Тут появляется не агентство недвижимости. Агентство недвижимости, что оно делает? Оно берет с вас определенную сумму. В чем она состоит, эта сумма? Сначала с вас берут за первый и последний месяц. Это еще нормально. То есть это такой взнос обычный, стандартная практика, чтобы человек там никуда не съехал, он уже заплатил за первый и последний месяц, чтобы его не нужно было где искать. Дальше. Есть понятие кауция. Это такой страховой взнос. Он взносится как гарантия того, что в квартире там не будет какого-то беспорядка или ничего там не будет нарушено. Когда человек выезжает из этой хаты, ему просто возвращают, оценивают, насколько состояние осталось по-прежнему, и возвращают эту кауцию. Это во сути везде такая история. Ну, бывают исключения, естественно. А далее. И вам, получается, нужно заплатить за два месяца вперед, заплатить плюс кауцию в размере ежемесячного платежа. Если, например, речь идет о Чехии, я не говорю про Германию, потому что Германия там предоставляет люди жилье, то есть под джоб-центры. Жилье оплачивает государство. Просто тоже напрямую жилье вам никто не сдаст. Это только через риэлторские конторы. Риэлторская контора будет рассматривать вашу заявку до трех месяцев. Поэтому обычно это или через знакомство. Ну, в общем, нужны знакомые. А если брать, например, Чехию, куда чаще всего приезжают люди из Украины после Польши, то здесь получается там квартира. Ну, условно говоря, она стоит однокомнатная квартира плюс-минус там 10-12 тысяч. Итого, если взять среднюю цену, среднерыночную, например, плюс-минус 12 тысяч, но это, я думаю, минимальная будет стоимость квартиры в Чехии. Я не беру уже Прагу, просто средняя цена по рынку. 12 тысяч стоит месяц. Вам нужно заплатить за первый, за последний. 12 плюс 12, 24 плюс 12 тысяч. Это у вас будет в размере ежемесячного платежа каоса. Это если повезет. Но обычно берут там 20 тысяч крон. Просто каосы, вдумайтесь. И вот представьте себе, 24 тысяч плюс 20 каоса, это то, что реально на практике. И плюс ежемесячный платеж, это комиссия в виде ежемесячного платежа. Плюс 12. Итого 56 тысяч. 56 тысяч, если поделить на, ну, например, на евро, да, это курс 23.60. 2.372. То есть нужно просто иметь 2.400 просто за то, чтобы заплатить за жилье на 2 месяца. Всего лишь навсего. Всего лишь навсего на 2 месяца. А если вы хотите остаться на какой-то длительный срок, вам нужно понимать, что у вас будет заработок. Это самая важная часть этого всего, о чем я хотел рассказать. Если человек рассчитывает просто там отсидеть какое-то время, вернуться в Украину, это одно. Но смысла в этом большого нет. Потому что вы приезжаете, вы вкладываете, инвестируете деньги, вы инвестируете время, вы ищете это жилье. Его быстро, сиюминутно вам никто не сдаст. Надо иметь каких-то родственников, знакомых. На это жилье большой спрос. И когда после этого всего вы решите вернуться домой, вы поймете, что это все было просто, ну, как бы такая себе, ну, авантюра по сути. Поэтому, когда вы смотрите, что в Европе пошло такой массовый отток населения, да, Украины, жителей Украины, обратно в Украину, при том, что все равно продолжаются военные действия, и, казалось бы, в этом нет логики, вы должны понимать, что этому есть объяснение. Жилье, на него ненормальный спрос. Работа, которую вы хотите найти именно по вашему предпочтению, можете ее не мечтать даже найти. Если это, условно говоря, там, юрист, там, бухгалтер, я не знаю, менеджер по продажам, торговый представитель, короче, что угодно. Если человек в профильном своем направлении хочет работать, можете об этом даже не мечтать. Потому что, к сожалению, такие работы, они по умолчанию отдаются именно местным. То есть это такое внегласное правило. Я раньше тоже, кстати, об этом слышал. Думаю, блин, что-то такое странное, какая-то мрачная предыстория. Что говорили там... А, визу, когда я открывал визу в Германию, говорят, что сначала, типа, отдаются... Есть вакансия, отдаются рабочие места сначала немцу, потом смотрят других граждан Евросоюза и других стран. Если не находят из них, то уже берут людей из Украины и так далее. Ну, так называемые третьи страны. Это такое общепринятое понятие. Понятие Россия, там, да, Белоруссия и так далее. Литва и все остальное. Ну, и Литва, в принципе, это же Европа. Но все равно считается, что первоочередно отдаются чувакам таким, как там Центральная, Западная Европа и так далее. И вот, есть определенные траты. То есть, они стабильные. Ваши затраты в Европе, они постоянные. А доход, он может быть под вопросом. Поэтому, чтобы обеспечить себе здесь постоянную оплату вот этих расходов, счетов, вы должны точно быть уверены, что за вами закреплено рабочее место. Как оно за вами будет здесь закреплено, вообще непонятно. То есть, если у вас нету знакомых, родственников, людей, которые вас приведут за руку, в прямом смысле слова, и не посадят вас на стул куда-то в офис, вообще забудьте про эти поездки. Если у вас родители, чиновники, работают на таможне, берут взятки, и у вас избыток денежных средств, то, конечно, вы можете себе ни в чем не отказывать, прийти снять себе любую квартиру, вам родители ее оплатят, и можете себе жить на эти деньги, скажем так. И если вы планируете самостоятельно строить свою жизнь, и как-то здесь планируя свое существование, вы просто именно обратите на это внимание. Даже на фабрики сейчас, на заводы, на фабрики, просто так ты туда не попадешь, потому что там уже работает один человек, он привел друга, друг привел тетю, тетя привела сестру, сестра привела племянника, племянник привел свою сестру и так далее. И там будет работать семейный подряд, по сути. Все друг друга знают, особенно сейчас почему-то модно, вот конкретно прямо знакомые, да. Но, а для меня, например, это стало, по сути, даже открытием, потому что я всегда решал какие-то вопросы самостоятельно. То есть я не обращался на помощь, у меня это было как-то что-ли неловко, как-то неудобно кому-то обратиться, ну типа там найти работу или еще что-то. Я всегда сам как-то решал эти вопросы. А потом до меня дошло, я думаю, что-то тут не то. Ну что-то тут не то. Я присмотрелся и понял, что везде, где бы я ни работал, я просто обратил внимание, вот с 18 лет я работаю в рекламных, ну в рекламном агентстве, я работал уже начал 18 лет. Я что-то так прикинул, думаю, что-то как-то они даже вот общались между собой всегда, люди как-то, ну как-то по-небратски что ли. Ну какое-то было ощущение, что они к кому-то кем-то приходятся, друг к другу скорее. И потом уже в Киеве я работал в одной крупной компании. Я заметил, что реально люди друг друга знали. И не просто знание, вот например там у чувака дочка была, она была официант, например. Но работала в отделе продаж недвижимости. На секундочку, где официант и где менеджер по продаже недвижимости. И в чем был бы абсурд, в том, что человек-то все равно пришел с деньгами покупать квартиру. Он же уже настроился на покупку. Какая ему разница, кто перед ним сидит? Кому деньги отдавать в руки? Ему все равно. Официантка это или там разносчик пиццы. Вообще все равно. И подписывается договор. Ах, что тебе, в многом надо образование или мозгов, чтобы поставить подпись на договор? Нет. И так и здесь. То есть сейчас без родственников или без знакомых вас возьмут только на то место, на которое долго не могут найти работника. А теперь догадайтесь, почему туда долго не могут найти сотрудника. Потому что там херовое место. Там просто будет или тяжелая физическая работа, или будет плохо организован рабочий процесс, или там будет какая-то абсурдная организация, или там будет мало заказов, или там нет финансовых потоков, или там будет невменяемое руководство. И так далее, и так далее. То есть если открыта долгая вакансия, вы вот видите, открыто вакантное место, то скорее всего там полный трэш. Потому что если человек там не задерживается, значит он просто, ну люди не хотят там работать просто, да и все. Оно опять открывается, открывается, открывается. Это вакантное место. Поэтому обратите на это тоже внимание. Но, как я уже упомянул ранее, если у вас нет знакомых, которые реально вас приторабанят, это уже просто так система, она как бы круг замкнулся. Что раньше, типа, ну в основном, да, я так понял, что уже эта мода была. То есть это она не сегодня появилась, да, что обращались по знакомству, трудоустройство было. То есть сейчас только так это работает. Только так. Потому что я вот тоже так суммировал эту всю историю. И действительно у меня есть товарищи, друзья, которые, тот, кто реально проскочил где-то, он даже говорит, я не искал эту работу, меня просто туда привели. Я, говорит, не хотел вообще ни работать, ни ничего, просто сел в игры, играл компьютерные. Привели человека в эту компанию и все, он сидит и работает. И самое прикольное, что здесь это вопрос иммунитета. То есть вы можете даже именно благодаря вот такой вот рекомендации или еще чего-то, вы можете избавиться от кучи всякой волокиты, там, этих самых интервью. У интервью есть несколько этапов. Вы должны сначала поговорить там с менеджером по подбору персонала. У нее непонятно вообще, что в голове у этой менеджера, по каким критериям она оценивает кандидата. Потом у вас с вами свяжется, короче, какой-то менеджер. Потом, там, техническое собеседование. Потом зам директора. Потом, короче, вы будете вот так вот, блин, просто проходить тысячу собеседований. В конечном итоге я вам даду какое-то тестовое задание, а вы уже плюнете, махнете рукой и скажете, пошли вы все заняться. Это обычная стандартная процедура. Но, если, скорее всего, в этой компании не набирают людей, то уже там все кому-то кем-то приходится. Это реально факт. Я просто знаю вот там людей, которые мне человек конкретно открытым текстом сказал. У меня есть друг, он нигде там, нигде долго не работал, влез в долги, оформил кредит какой-то себе там мощный и не понимает, как теперь рассчитаться. Я, говорит, его помогаю просто. И взял его в IT-компанию. То есть чувак вообще не имел отношения ни к какой там IT-сфере деятельности. Он работал чей юристом, чей адвокатом. Я ему просто помогаю. И все, и взяли человека без опыта, без образования и так далее. Поэтому, это возможно в Украине. То, что я точно знаю. В Европе у вас таких знакомых, скорее всего, не будет. Вы можете, по сути, как будто биться лбом об стену. Вы будете рассылать бесконечный резюме, который никто не хочет читать. Ведь для местных у них же есть определенный ментальный барьер. Ментальный барьер в виде разделения по национальному признаку. В каких-то странах он явно будет ярко выраженный. Типа Польша. Вот в Польше явно ненавидят украинцев. Это ни для кого не секрет. Это уже те, кто даже и сомневался, теперь уже с этим столкнулись лично. Явно открытая дискриминация, ненависть к украинцам. Их все раздражает, все, что связано с украинцами. Попробуй на улице с поляком заговорить. Человек повысит на тебя голос, гаркнет что-то и скажет, что ты сюда приехал. Уезжай к себе в Украину. Это нормальные, современные националисты, нацисты. Если вы приезжаете в более какие-то развитые страны, то там будет, в лучшем случае, если повезет, безразличие. То есть просто все равно, откуда вы. Но, если вы хотите найти работу, и человек, именно владелец этой компании, или менеджер под подбором персонала, он будет все-таки включать вот эту свою заинтересованность в том, чтобы закрыть это вагантное место кем-то из своих. Потому что ему он ближе. Это даже ментально, подсознательно. Местный человек, он ближе. И возьмут именно того, кто под рукой. А человек, который приехал из Украины, женщина с двумя детьми, или приехал какой-то, я не знаю, студентка, еще кто-то. Они будут рассматривать в последнюю очередь. И дойдут руки до этого резюме только тогда, когда все остальные, вот перед вами, условно говоря, они просто не захотели там работать. То есть долго висел открытого окна на место. И, соответственно, автоматически я подвожу к тому, что вывод можно сделать такой, что это место будет просто какой-то, ну, жесть, дно. И тут именно поэтому уже будут думать, так, кого-то же надо туда брать. И возьмут кого? Кого-то из Украины, например. Или из Белоруссии, кто уже приехал позже. Соответственно, я еще раз акцентирую внимание, что если у вас нет знакомых, просто которые за вас решат вопросы, как вот, например, тоже, знаю, ну, у меня есть там примеры, когда люди приехали, они приехали к родственнику, где решали какие-то бумажные вопросы, регистрационные процедуры. Если человек вообще ни во что не вникает, ему все везде показали, сказали, куда в какую дверь постучать, с кем подойти поговорить, где куда забрать, какую печать, где поставить. И таким образом, то есть, ваши проблемы решает какой-то другой человек. То есть, он как бы, вы перекидываете свои вопросы на какого-то другого человека и, соответственно, освобождаете свою голову. Если у вас нет такого человека, вы просто офигеете. Это я говорю, ну, как бы, без приукрас, каких-то без преувеличений и так далее. Это по факту. Соответственно, вам нужно ли компенсировать это время, которое вы потратите на поиск работы. Вы же не хотите, ну, на вокзале мыть пол за тарелку супа. Вы хотите нормальную работу. Пока вы ее найдете, а за это время будут рассматривать, как я уже говорил, местных будут смотреть, будут смотреть именно тех, кто там уже родился в этой стране, им не надо никакие визы, разрешительные документы. Ну и, в принципе, это свой человек. А иностранец, он раздражает. Ну, даже если человек это, ему неприятно это осознавать, ну, иностранцы, они раздражают. То есть, это такой, как бы, чужак. Типа, ты вот чужак. И, естественно, пока вас возьмут на эту вакансию, пока вас пригласят хотя бы на собеседование, вам нужно оплачивать счета. Эти счета, они не уменьшаются. Они же постоянные расходы. И вам нужно оплачивать эту квартиру. Поэтому, или надо компенсировать какими-то финансовой подушкой, или что-то такое придумать, что никто тут не придумал, хотя это представляется маловозможным. Опять же, нужны большие финансовые вливания. И вот как раз, когда вот я сейчас смотрю, там, ой, нафиг оно надо, там люди прожили 20 лет в США, вернулись обратно в страну к себе. Кто-то там в Канаду приехал, визу открыли по программе вот этой для украинцев. Тоже там офигели, короче, уехали и сказали, это страна не для нас. Типа, как большое село, там что-то такое. Ну, как бы, кто-то факсом там пользуется, удивило людей, что кто-то пользуется факсом. В Германии тоже, например, пользуется факсом. Я тоже, кстати, офигел недавно. Но прикол в другом, что сама общая, как бы, система, да, в обществе, в социуме, она не меняется с годами. Если вы высококвалифицированный специалист, вы претендуете на какое-то классное рабочее место, вообще забудьте об этом. Скорее всего, как вот раньше говорили, что приедете, типа, работаешь сначала таксистом, потом грузчиком, потом там посудомойщиком, и типа по месту разберешься, и дальше пропитаешь. Фигня это все. Просто многие это боятся признать. То есть никто не хочет об этом говорить даже. Это не принято. Люди обычно болтают обо всем, о чем только можно, но не говорят именно вещи, которые происходят на самом деле, именно жизненно важные вещи. Действительно те, о которых стоило бы обратить внимание. О них практически никто не хочет говорить. Это неприятно. Это такие животрепещущие вопросы. Можно сказать, они интимные. Вы же не говорите, как вы покакали сегодня утром. Ну вы же нигде не слышали на роликах, в роликах на ютубе, в тиктоке, что кто-то говорит, как он пописал, например, или еще что-то. Так же самое здесь. Важные вопросы, где человек, он не хочет раскрываться, не хочет признавать в том реальном положении вещей. И поэтому, когда вы приезжаете в Европу, вы должны понимать, что именно те, кто уехали обратно, у них на этом просто, ну как объяснить, их ресурс, он просто ограничен. И когда вот есть люди, думают до сих пор, да, если он там в Европе живет, там в США, где-то в Америке, в Канаде, это, короче, типа, великие достигатели, это, типа, огромное там у них, как это сказать, достижение. Это тоже все миф, потому что, опять же, давление социума, оно выше, чем в твоей стране. Оно будет всегда выше, потому что ты не званный гость, ты просто чужой человек. И вот это ощущение, что ты, вот, как будто бы забираешь чужое рабочее место, оно все-таки практикуется. Вот у людей, у таких вот рядовых, жителей, у них почему-то это в голове вот как-то где-то пропечатано, что если ты приехал в чужую страну, ты забираешь рабочее место. Хотя технически объяснить это, как это происходит, как ты можешь забрать рабочее место, это невозможно. Никто не объяснит. ни этот человек, ни вы. Это невозможно объяснить. Поэтому тут вопрос стоит именно в том, на что вы рассчитываете. Просто приключения какие-то, ну, блин, не знаю, ну, круто. Есть у меня там пример, человек приехал с детьми и с женой. Им не нравится ничего вообще. они переехали в Чехию. Он мне задавал вопрос, поконсультироваться, типа, чтобы ты посоветовал какую страну. Я предложил сразу Чехию, говорю, это более для детей, для такого мягкого, как бы, среднего, среднего уровня этих самых всего. Без бюрократии, потому что в Германии, например, это трэш-бюрократия. Вы не захотите с этим связываться, вы не захотите с этим сталкиваться. То есть там любой бытовой вопрос элементарный, там, регистрация или открытие счета в банке вас просто с ума сведет. Вам столько нужно будет, ну, поставить просто подписи или записать заявление и ответить на какие-то анкетирования какое-то, получить конверт, в нем код от какого-то еще там службы какой-то, куда надо ввести на сайте этот код, потом вылезет уведомление на мейл. Короче, вы будете просто решать головоломки, шарады и так далее. А поэтому, ну, типа, чехи и чехи, ну, чувак, он как бы, недавно мы с ними общались, вообще, говорит, все, ну, как бы, типа, пойдет. Но восторга такого, как вот обычно приезжают туристы, ну, их нету. Потому что человек работает охранником в ночном клубе, постоянно пьяные какие-то блятина, нужно как-то их утихомиривать, график тоже ненормированный, ну, и так далее, и так далее. И, соответственно, люди из Харькова говорят, что у них там это все было намного комфортнее жизни, возможностей было больше, а здесь он просто в узких рамках находится. По сути-то, вы выбираете то, что вам дают. Скорее всего, это выбор без выбора. то есть, вы берете то, что лежит, а не то, что вы хотите взять. Вот вам дают вот это, вы должны это взять, вы не имеете права голоса или выбирать. В этом вся суть. Так же и с жильем. Есть свободное жилье, вы туда въезжаете, вы не будете там выбирать его. И, соответственно, по сути, если так суммарно прикинуть, то складывается ощущение, что да, скорее всего, вам будет доставаться, а как бы, ну, грубо, конечно, это будет, может звучать, но это как остатки, то есть, что-то остаточное. Жилье, в которое никто не захотел заехать, работа, на которое никто не захотел работать, или она дешевая, мало оплачивается, или она физически тяжелая и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, когда кто-то думает, что там в Европе, в США, в Канаде, типа, сильно круто, это большое заблуждение. Люди, живут, по сути, на чемоданах, и вот у меня есть товарищ, он живет в США, работает в крупной компании, заработал денег, но я когда с ним поговорил, у него был голос человека в предсуицидальном состоянии, то есть, он подавленный, грустный человек, расстроенный. Раньше был веселый, бодрый человек, сейчас он просто, он еле этот самый, голос подает. Ничего не нравится, все равно. Поэтому, вот вам и вся история, поэтому, когда, вот с чего я начал, да, вы смотрите, что вот кто-то куда-то уехал, там вернулся, для кого-то, конечно, подсознательная это радость, особенно для славянских народов, у нас это генетически, такое вот, особенность, что если у кого-то какая-то фигня, то у остальных настроение поднимается на этом фоне, потому что они таким способом чувствуют себя не одинокими со своими проблемами, они видят, что у кого-то тоже есть какая-то херня в жизни, и они сразу радуются этому, потому что, о, он-то думал, что у него одного какая-то фигня, а тут еще у кого-то, вот он, он же радуется, у них-то строение сразу поднимается и так далее, а этот самый, а когда, даже посты, можно посмотреть в соцсети, там публикуют, что там девушку какую-то нашли в мертвой в Италии, и такие надо обязательно подробности, вот когда новостной портал выкладывает, такие подробности, чтобы она задыхалась в чемодане, скреблась руками до последнего, устаннего подыха, то есть надо максимально драматизировать новость о гибели человека, и усугубить ее так, чтобы прямо предать этому черных красок, но человек и так погиб, а они там, ой, плакала вся родина, переехала с одной квартиры, в которую владела ракета, переехала в иншу, и туда, и от смерти никуда не уйдешь, и короче, это надо усугубить, потому что глубине души, даже если кто-то это не понял еще, но это будет скоро понятно и так, тут только шарит, взрослый человек, он это конечно, я даже об этом написал, там люди поддержали, просто потому что кто-то понимает, он это заметит, к сожалению, люди хотят увидеть в горе в чужих семьях, то есть они смотрят и говорят, это стрёмно, конечно, но признавая, да, такую историю, ну вот я смотрю, что у людей прямо они кайфуют в глубине души, что типа, о, у кого-то, короче, какая-то беда, прикинь, значит у него, его трэш на фоне остальных проблем кажется не таким уже глобальным, и вот когда вы смотрите, за обратили внимание, что делать, чёрных красок надо добавить, что люди в комментариях пишут, ужас, какой ужас, кошмар, кошмар, то есть надо этому прямо, ну, усугубить, драматизировать, поэтому, да, люди могут там возвращаться к себе на родину, ничего такого страшного в этом нет, а тот, кто там хлопает в ладоши из этого, ну, хрен его знает, что в голове у человека, вот, поэтому, что бы я рекомендовал, если у вас есть такое пожелание, куда-то выехать, конкретно из Украины, да, в Россию я как бы не хотел бы упоминать, потому что страна агрессор натворила, блин, фигни, а вот из Беларуси, например, вы должны просто себе как-то сами себе ответить, у вас есть какой-то человек, который за вас решит вопросы, потому что, ну, я, например, могу, задачи какие-то такие регистрационные, я их решаю сам, в принципе, ну, суммарно, есть люди, которым это просто нафиг не надо, им это будет тяжело, язык нужно какой-то знать, там и так далее, вы можете просто не захотите этим заниматься, вам это будет слишком тяжело, поэтому, скорее всего, как это не, опять же, круг замкнулся, но, в крупных компаниях, на нормальных работах, скорее всего, работают чьи-то уже родственники или знакомые, вас туда просто так не возьмут, вы будете должны готовы работать на самых хреновых работах, низкооплачиваемых, об этом явно никто не хочет говорить, это стрёмно, ну, и с жильём я уже вам рассказал, поэтому, вот, вот вам и цена, как бы, жизни в Европе, в безопасности, в комфорте, и так далее, поэтому, тут или огромное усилие нужно прикладывать, и терпением запастись, или просто звёзды должны как-то сойтись, на что, в принципе, человек влиять не может, это случайное стечение обстоятельств, если что-то может произойти, ну, как бы, хоть приблизительно, так, как вы планируете, а так, конечно, в том смысле, да, есть люди, которых просто привели за руку, он сидит там работает, всё, другого решения, как бы, я не представляю себе, ну, в современном мире, поэтому, вот эта тема, о которой я хотел с вами сегодня поговорить, надеюсь, вам было интересно, и до новых встреч, до связи, всем пока!